Пляж официально открыт, но на берегу бревна, проволока и уже несколько случаев порезов и проколов. Кроме того, растущая в геометрической прогрессии статистика по утонувшим. В среду два случая, в четверг пять, а впереди выходные. За собственной безопасностью на пляжах и на воде сегодня говорят и медики, и спасатели. Подробности в сюжете Артема Панекаровских. Я наступил на них. Проволока. Проволока. Владимир, как никто другой, знает правила содержания рек в Киевской области. Много лет проработал в речном порту и настолько неприбранного пляжа, говорит, давно не видел. Позагорать и покупаться внучке разрешает только в уже осмотренном месте. Кто-то берег прибрать полдня всего. Я согласен с вами. Полдня. Вот вчера трактор зацепился, таскали бревну. Затем берет борону, трактором прогнал. Все. Закончил. Это называется приплесок. Приплесок-то должен быть чистый. А эта женщина сама пробовала почистить, но чуть дальше от берега купаться, говорит, действительно сложно. Отдыхающие постоянно запинаются за мусор и бревна. Предложила администраторам пляжа не стесняться и уже собирать за вход деньги, если настолько их не хватает. Вы знаете, я попыталась выкатить. Кигушки выкатишь. Там один конец торчит, а второй в земле. Надо подрывать и мужчинам выказывать. Буквально вот так заходишь, где-то напротив этого бревна. Раз, потом второе, третье и вот здесь четвертое. Тем временем за отдыхающими собралась делегация этих самых администраторов. Вместе с представителем Роспотребнадзора организовали процедуру приемки муниципального пляжа. По итогам короткий отчет о том, что сделано немало. Установили пешеходный мост для перехода на этот берег. Установили биотуалеты, как и обещали. Дополнительно установили урны, ну и раздевалку. А потом и заключение замначалика департамента городского хозяйства о том, что пляж готов к работе и в пятницу официально открыт. А на вопрос, не смущает ли бревна и проволока, дословно ответил. Мы это в акте комиссии зафиксируем, но сегодня в течение дня эти недостатки устраним. Впрочем, пугающую статистику нам озвучили, правда не на камеру. В мобильном медпункте говорят, за три последние дня с порезами и проколами обратились уже около десяти человек. Вчера было сколько-то обращений. Одно мальчик порезал ногу в воде, проколы, небольшие сзадины, раны. Вот такие обращения. Еще более печальную статистику сегодня опубликовали в Следственном комитете. Количество утонувших растет по дням. Двое 13-летних детей в среду, пятеро взрослых в четверг и еще два человека в пятницу. По каждому из фактов зарегистрирована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Следственные органы призывают кировчан быть крайне внимательным при купании и соблюдать элементарные правила поведения. В связи с тревожной статистикой в полиции сегодня принято решение усилить патрули вблизи мест массового отдыха кировчан у водоемов. В усиленном режиме там же только с воды начали работать и спасатели. Любители поплавать за буйки в районе сторон моста предупредили, есть опасные участки. Та вот коса, наверное, подальше, как раз между городским пляжем и Платным. Резкий спад там идет, яма. Инспекция по маломерным судам тоже в работе. После проверки пляжей и дна в местах купания ежедневные патрулии. Должна быть обозначена и зона купания, должны присутствовать спасательные круги, рядом с детьми должны быть взрослые. Кроме того, настоятельная рекомендация купаться только там, где официально разрешено. У нас на территории Киевской области водоемов достаточно много. Как правило, они непригодны к купанию, в этих местах ставятся аншлаги, запреты купания. Но, к сожалению, люди все равно используют как места отдыха и выезжают, как правило, туда, где им удобнее. Но вот это и является фактором, скажем так, ошибочным. И к чему все приводит трагический случай, то, что они купаются именно в таких необорудованных, несанкционированных местах, диких пляжах. Кстати, самым безопасным пляжем специалисты называют вот этот у «Титаника». А муниципальное по соседству, несмотря на сегодняшние заявления чиновников о готовности к официальному открытию, спасателями не принят. До сих пор опасное дно мешает администрации оформить все разрешительные документы. Артем Панекаровских, Александр Рожков, информационный канал «Город». Артем Панекаровских, Александр Рожков, информационный канал «Город». Артем Панекаров подозначен.